С наступлением тепла чебоксарские газоны и кольцевые развязки заполняются оригинальными ландшафтными композициями с использованием камня, цветов и каркасов. Шедевры цветочного искусства радуют горожан и придают улицам неповторимое очарование. Ежегодно в городе оформляется около 400 цветочных вазонов. Первые клумбы в этом году появились ко Дню Победы, но сегодня посажено более миллиона цветов. Чтобы построить цветочную фигуру, нужен каркас, земля, ну и, конечно же, цветы. Сажают их близко-близко друг к другу. Яркой и реалистичной фигуры получится только в том случае, если цветы подобраны невысокие и пышные. Только тогда можно увидеть саму фигуру, словно покрытую цветочным ковром. Вот у нас город славится своими цветочными композициями, фигурами такими. Вы, наверное, обращали внимание на этих девушек, которые на кольце стояли, улица Калинина, проспект Мира. Но вот в этом году, к сожалению, их уже не было. Связано это с тем, что постепенно фигуры изнашиваются. Чтобы выполнить цветочную фигуру, необходимо изготовить металлический каркас, заполнить его землей, а потом уже высадить цветы. Если этот процесс повторяется многократно, каркас приходится менять. Поэтому девушки на кольце заменены на новую цветочную композицию. С прошлого года количество цветников в городе увеличилось на четверть. При оформлении городских цветников традиционно используются элементы чувашского орнамента. Конечно, очень нравится. Очень даже все чисто. Я очень восхищаюсь, что такой город и столько тут зелени много. Вообще очень красиво. Мне очень нравится. Мы приехали просто в гости с Кирова. И нам здесь очень нравится. В прошлом году было намного меньше. В этом году стало очень красиво в городе. Решили так преобразить. Желаем, чтобы в следующем году было еще лучше. Просто отлично. Отдыхать великолепно. В прошлом году было по-своему, а в этом году стало еще лучше. Это здорово просто. Молодцы. Так и надо. Потому что сюда просто тянет. Я вам честно говорю. Мы чуваши. Мы должны всегда помнить о чуваши. О чувашском своем родном языке. Мы это сами теряем. Теряем это свой язык. Поэтому вот здесь оформление, конечно бы, ну что-то такое хоть чуточку бы дооформить чувашское. Чтобы как-то он немного выделялся. Подобное украшение города требует бережного отношения. Надежду Васильеву очень беспокоит то, что люди не берегут красоту, созданную дизайнерами. А вот нам иногда приходится встречаться с фактами, что непосредственно после того, как цветник посажен, буквально где-то на следующий день, дня через три, бывает факт, когда цветы вытаскиваются из вазонов, вытаскиваются из цветников и уносятся куда-то. Вот с этим мы, конечно, сталкиваемся. Вот другая проблема, что если, предположим, цветочная композиция букет, в которой сельхозакадемия лежит, вместо того, чтобы сфотографироваться на расстоянии стоя на асфальте, у нас люди благополучно через газон идут к этому цветнику и впритык к нему становятся. Каким город будет в следующем году, зависит от жителей города. Сегодня можно не только восхищаться цветочным дизайном столицы, но и высказывать свои пожелания. Дарина Игнатьева, Андрей Шоклев, Евгений Анисимов, Республика. Продолжение следует...